Катя, 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 Катя. Она сравнивает их с большой семьей. В хозяйстве Ирины Токаревой более пяти десятков баранов, овец и других животных. Владение фермера находится на границе Иркутского и Хомутовского районов. В начале двухтысячных женщина взяла в аренду, а потом выкупила свыше 15 гектаров земли. До недавнего времени на территории было тихо. Однако уже больше месяца и чаще слышен звук бензопил. Вот они едут, воруй лес, выгребают с леса, вот они. Вот бригада, три человека целиком и полностью, смотрите. Эта техника не принадлежит Ирине. По утверждению фермера, на территории орудуют черные лесорубы. Дороги проложили они же. И как доказательство слов женщины, на горизонте виднеется неприметный автомобиль. Ирина поясняет, это наблюдатель. С помощью рации он держит лесоруба в курсе того, кто едет по дороге к Деляне. А вот и место преступления. Судя по свежим следам, сосны свалены сегодня утром. Здесь же видно, как тракторы вытягивали из чащи бревна. Фермер звонит в Хомутовское лесничество. Сообщить о незаконной вырубке. Я еще, как сказать, жить хочу, у меня дети и внуки, а зачем мне это? Ну, тут вот штабель лежит и большой массив леса выпилен. Я понимаю это все. Да, я все прекрасно понимаю это все. А к кому обращаться-то вы объясните, к кому вот мне обращаться? Я вот звоню в лесничество. Едем дальше и через 300 метров натыкаемся на место стоянки лесорубов. Здесь есть запас дров и топливо для бензопил. Вот он, скромный быт черного лесоруба. Бытовка для житья, топор, да огнище для приготовления варева. Огонь все еще пылает, значит ушли совсем недавно. 40 километров от хозяйства Ирины, окрестности поселка Усть-Куда. Лес, в отличие от владений фермера, в этом месте другой. Здесь он стоит небольшими участками среди полей. Однако проблемы те же. Эти люди – народная дружина поселка. Бывшие десантники объединились несколько месяцев назад и регулярно патрулируют леса. Один из активистов Сергей Сергеев рассказывает, все, что могут сделать дружинники – это оповестить местную полицию о лесорубах и указать примерные координаты вырубки. На большие полномочий нет. Условия надо, чтобы поймать их в лесу, с пилой, с трактором, чтобы пилы валили лес, чтобы трактор стоял, грузил на лесовоз. И тогда только можно будет разговаривать уже по всем остальным делам. Сергей добавляет, леса на продажу, а это преимущественно сосна, остается все меньше. Поэтому некоторые начинают пилить березы. Эта древесная порода пользуется спросом у граждан Китая. Как раз жители Поднебезной уже обустроили в поселке свою лесопилку. Туда, по словам Сергея, истекается вся нелегальная продукция. Примерно так выглядит схема нелегальной переработки леса. Лесовоз выезжает с деляны, с ним 20 кубометров кругляка – 35 тысяч рублей или 1750 рублей за куб. Затем он едет на лесопилку. Как правило, она расположена в ближайшем населенном пункте. После чего готовый брус со всеми документами отправляется в город на строительный рынок. Цена такого продукта на выходе составляет 4-5 тысяч рублей. Выручка исчисляется миллионами. Между тем, сегодня Иркутская область является одним из богатейших лесных регионов страны. Однако зелёное золото вырубается повсеместно. Основные территории незаконной деятельности – северные. Устилимск, Братск, а также Нижний Лимский и Казачинско-Ленские районы. Там лесорубы оставляют после себя гектары площадей, делишпни и ветки. По подсчётам специалистов, ежегодно от подобной варварской вырубки теряется почти треть бюджета при Ангаре. Но компенсировать такие убытки почти невозможно. Что называется, поймать за руку чёрных лесорубов не так-то и просто. К моменту приезда специалистов лесного хозяйства или правоохранительных органов на делянии уже никого нет. А техника, как правило, берётся в аренду. Полиция устанавливает владельца, но он, в свою очередь, утверждает, что не знает, для каких целей было арендовано оборудование, и забирает его себе. Эта техника, которая изымается на самовольных рубках, она в итоге опять возвращается тем же лицам. И через некоторое время она опять появляется в лесу, на незаконной рубке. Некоторую технику задерживают по несколько раз, даже несколько десятков раз её изымают. В итоге она опять... основные факторы. Штрафы за незаконную вырубку предусмотрены немаленькие. Так, одна деляна может обойтись её хозяину от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Если суду это покажется мало, то подозреваемого в незаконной вырубке могут приговорить к максимальному сроку – 7 годам лишения свободы. Вот только на практике собрать доказательства крайне нелегко. Поэтому за 2014 год реальный срок получили только 10 чёрных лесорубов из тысячи задержанных полицией. Проведено более 3000 рейдовых мероприятий, по результатам которых было задержано более 900 участников преступной деятельности, изъято около 28 тысяч лесоматериалов, 770 единиц техники, порядка 80 пил. Пока полицейские проводят рейдовые мероприятия, Ирина Токарева продолжает невидимую борьбу на лесном фронте. Фермер признаётся, больше всего она боится не за свою землю или стадо коров. Женщина считает, с каждым поваленным деревом лесорубы отнимают самое главное – кислород, а вместе с ним и здоровье людей. Ведь не даром жизнь там, где высокие кроны и шум ветра, а не пустыня из пней и внеющих остатков зелёных гигантов. Артур Харламов, Николай Крупченко. Новости сейчас.